Всем привет! Вы на моем канале. В воле судьбы опять я оказался у своего уже хорошего товарища. Не знаю, хороший товарищ он, но хирург он отличный. Ну, не хотелось бы, конечно, таких товарищей иметь и с такими историями попадать. Ну, вот пришлось. Значит, напоминаю, шел, упал, растяжение, разрывы, гипс, флангет. И Дима сейчас расскажет, уже он посмотрел МРТ, посмотрел глубину всего этого процесса и сделает клиническое заключение, к чему мы идем, что у меня, во-первых, на сегодняшний день, и что мы планируем сделать. Есть еще некоторые вопросы, будут консультации, но вкратце он напишет ситуацию. Да, Дима, добрый день. Значит, немножко дополню, что автоматологом лучше дружить, а не обращаться по специальности. Да, да. Дружить с нами можно, на самом деле. Значит, ситуация в чем? По МРТ и по клиническим данным есть разрыв прямой мышцы бедра в зоне прикопления к надколеннику, сухожильной части. То есть, по МРТ это видно, отрыв. Это чревато чем? Чревато нарушением функции коренного встава. То есть, поскольку разгибание при этом будет страдать, самостоятельное разгибание, оно в дальнейшем-то будет возможно, но с учетом твоей, так сказать, комбиций спортивных, то это уже все конец. Чтобы восстановить силу этой мышцы и дальнейшего функционера коренного встава, конечно, там нужно будет это все дело сшивать. В каком объеме сшивать, тут пока большой вопрос. Однозначно мы идем на прямую мышцу, восстанавливаем сухожильную часть, сшиваем ее. А в отношении разрывов медиальных удержителей надколенника пока вопрос. То есть, у нас есть разрыв прямой мышцы точно, а вот эти боковые стабилизации надколенника, они разорваны. Тоже разорваны? Да. Но? Эти моменты, если быть заливным в виде, они, можно их не оперировать, они срастаются великолепно. О, вот так. То есть, да. Если бы не было разрыва прямой мышцы, мы бы с тобой перекрестились, там суставы отпунтировали от крови и пошел бы ты в апротезе лечиться. Вот. В твоей ситуации, к сожалению, серьезнее момент, при этом нам нужно будет восстановить. Дима, можно это немножко предположения какие-то выстроить? Если у меня на этой левой ноге был кокс, стоит этот самый эндопротез, да, был асептический некроз, а мы знаем, что прямая мышца страдает при асептическом некрозе, могло ли это повлиять вот в перспективе на то, что она среагировала? Ну, она была более слабая, что ли, более слабая зима. Есть тут какая-то связь? Смотри, тут причина-следственная связь немножко, на мой взгляд, другая. То есть асептический некроз развивается при снижении функции прямой мышцы. И не только прямой. Да, да. То есть мышцы в голове, да? Да. В твоей ситуации мышц-стабилизаторе, это за минус встава, подношение к правой ноге, были в дисфункции. Мы с тобой многократно вот это встречались, в том числе и кололи рубцы, восстанавливали функцию. У тебя много провокаций в теле есть, мы с тобой это тоже обсуждали в виде картина, как и всякие прочие. Татуировки нельзя делать. Татуировки зло, да, на самом деле. Поэтому провокации есть. В любой момент эта мышца могла сказать до свидания и потерять свой тонус. Мы это поймать с тобой как можем. Только ты можешь сам по своим ощущениям. То есть начал приседать, чувствую, что правая тянет, левая не тянет. Только так. Либо придя ко мне, я тебе протестирую, скажу, работает она или нет. Она будет тонус иметь. Не то, что ты прям, она умерла, и ты сразу начал падать на эту ногу. Нет. Она будет держать твое тело. Но тонус по сравнению с правой будет снижен. И любая травма сразу ведет к каким-то негативным последствиям. Все, понятно. У меня последний вопрос. Очень важный, мне кажется. Вот для вас, кто на моем канале, и кто уже отслеживает мое интервью с доктором Мирошниковым. Вот, Дима, многие воспринимают наоборот, что сустав по голове, а мышцы во вторую очередь, ну, обыватели имею в виду. А ты, вот поскольку еще владеешь кинезиологией, утверждаешь и убеждаешь людей, что зачастую и диагнозы не совсем правильные, и люди приходят с какими-то болевыми ощущениями. И мышечными ты их перестраиваешь, и тогда им не нужно делать, то есть они забывают об операции, да, когда там первая, вторая, бывает. Вот можешь ты как-то эту мысль сфокусировать, подать, да, вот последовательно, что мышечные цепи, ну, расскажи сам. Ну, естественно, рассматривать какую-то структуру отдельно от другой невозможно, все идет в взаимосвязи. Мы с тобой, скажем так, разговариваем на предмет нарушения стабильности любого сустава, ну, скажем так, возьмем пример такой банальный, называется плантарные фасы или пяточная шпора в народе имеется. Да, да. Дальше болит пятка в зоне прикрепления плантарной фасы. И многие делают снимки травматологии, видят там шипы, говорят, а, так вот она, проблема, вот она причина боли, они хреноподобные. Причина следственного средства совершенно другая. Что происходит, почему формируется эта пяточная шпора? Мышцы по какой-то причине, стабилизаторы стопы, выключаются, задние большие лицо, стопа не держится в норму положения, начинает распластываться. При каждом шаге перенатягивается, перенатягивается плантарная фаса, которая, как тетива лука, удерживает свод стопы. Она перенатягивается, мозг получает сигнал, что сейчас будет, возможно, отрыв этой фасы плантарной. И он дает команду усилить зону прикрепления и начинает вырастать там шип. То есть боль не из-за шипа, а шип растет из-за боли. То есть вот так, то же самое касаемо артроза. Если сустав стабильный, если мышцы его держат, если мышцы держат, то сустав стабильный не болтается. Ну, только специфические какие-то заболевания могут привести. Хламидийные какие-то артрозы, ревматоидные, подагрические, что угодно. Либо травмы непосредственно суставов. Понятно, тут уже гадалки не ходили. А в обычной жизни обывателя он никогда в жизни не разрушится, если он будет стабильным. Никогда. Если он будет стабильным, благодаря мышечным нагрузкам, тренировкам. И тонусу мышц. Тонус мышц. Это основное. И, конечно, самое сложное, это еще для обывателя непонятно, как может мышца вдруг отключиться. Ну, с чем это связано. Да, вот рефлекторно, пару слов, потому что рефлекторно не очень понятно. Но вот есть прямая мышца, потом на раз взяла и отключилась. То есть квадрицепс работает, а именно прямая мышца в квадрицепсе, она взяла и отключилась. То есть это, смотри, объяснить это с точки зрения, я скажу так, детализации биохимических процессов я не смогу. Это рефлекторный процесс отключения мышц. То есть по какой-то причине мышца уходит в дисфункцию. Она становится не в том тонусе, в котором мышца здоровая с другой стороны. То есть ты просто нашел то, что она в дисфункции. А причину? Причину потом будем выходить. Что привело к этому? Точнее, мы выходим на рефлекторное начало этого всего. То есть это может быть и крестец, и рубец, и татуха, и зубы. Да что угодно. То есть там миллион разных вариантов развития событий. Но как это именно привносится в организм, вот именно по цепочке разложить, я тебе на пальце диетализировать не смогу. Ну прими за факт. То есть нет зуба, будет что-то отключаться в организм. Разворачивает все тело. Там чертанулся на копчик крестец, где-то повредилось, будет отключаться какая-то банка. А то и уходит. Понимаешь? Это все причина с лестницей. Плюс все мышцы у нас заключены в одной цепи, ты знаешь об этом. Есть передняя мышечная цепь, задняя мышечная цепь, латеральная, там куча разных мышечных цепей. И все эти мышцы, находясь, допустим, в задней мышечной цепи, начинаются на подошве от кончиков пальца и заканчиваются на линии роста волос. То есть проходя через всю спину. На протяжении всей этой мышечной цепи одна мышца начинает страдать по какой-то причине, выключаются все цепи. И из-за одной какой-то противной мышцы, неважно, по какой причине это включилось, была там операция, или по тому же принципу травм, или еще что-то. Страдает вся цепь. То есть, грубо говоря, допустим, пострадала там височная ищечная сустав из-за отсутствия зуба. Жевательная мускулатура пришла в дисфункцию. Выключается вся цепь. Кокотровка была сопряжена. Хорошо. То есть мы можем сейчас в заключении сказать, что первая, вторая степень коксоартроза, ну астетически мы не будем трогать, да, вот коксоартроза, не так страшна и опасна, как ее чувствует обыватель, да, вот получивший этот диагноз. Потому что там больше проблем могут быть в мышцах. Ты настраиваешь мышцы, делаешь диагностику, и первая, вторая степень можно с ней спокойно жить. Можно оставаться в этой стадии на всю жизнь. По твоей статистике, как человека, который проделал кучу, миллионы уже операций, вот сколько с первой, со второй стадией люди ходят, живут и не обращаются? Ты знаешь, что я статистику... Нет. Ну, ты делаешь операции первой, второй стадии, ты же не делаешь? Нет. Первая стадия, да. Да. Вот с третьей, четвертой это проблема. Люди, которые приходят с первой, второй стадии, я, как правило, говорю, отстаньте от вашего сустава. Забудьте. Вот, вот я про это. Выкиньте его из головы, его нет. Сейчас, если мне сделать МРТ-КТ, у меня тоже будет какая-нибудь первая, вторая стадия. Вот, вот, вот. У меня она не болит пока. Да. Болеть начнет, когда мышца, по какой-то причине стабилизатор, не будет работать. Тогда начнет болеть, она начнет болтаться. Да. И стадия будет усиливаться артроз. А не болит у тебя не из-за того, что ты там тренируешься, потому что ты тренируешься так себе. Ну, гимнастику делаешь там оздоровительную, да, так скажем, у тебя много работы. Но самое главное, да, мы не касались этой темы. Это, конечно же, психосоматика. Это твое отношение к людям, это твоя жизненная позиция, это твой позитивный настрой. Ну, ты как врач, это же знаешь, да, то есть психосоматика здесь важна. Вот хирург не даст мне соврать, потому что если вы начинаете в депрессию уходить, это первое начало-начал, от которой... Начало-конца. Да, да, когда начинают отключаться у вас мышцы. Слушай, нельзя в народе говорят, что какая-то трагедия случилась, когда у меня руки опускаются. Это так есть, это тотальный гипотомия. Да, отключение. У меня, да, руки опускаются, да, и все. Настолько трагедия, когда у меня руки опускаются. А мне нравится медвежья болезнь. Это, кстати, это рефлексы страха, рефлекс врача при страхе, это как бы проблемы на самом деле. Это тоже лично. Да, все, спасибо большое за интервью. Думаю, что мы с тобой увидимся очень быстро и скоро с моей ногой. Всем спасибо, до свидания, следите за новостями, они обязательно будут. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.